Всем привет! Сегодня это Англия обращается к персоне Дэвида Моэса и говорит о его проектах. Все чаще речь идет о том, что сегодняшний Вестхэм похож на тот самый Эвертон из нулевых годов. Попытаемся в этом разобраться, а также феноменальности Дэвида Моэса, который опять рвется в Лигу Чемпионов. Спикеры у нас любопытные. Во-первых, Деньяр Белелединов, который играл в Эвертоне Дэвида Моэса. Ну и затем болельщики Эвертона и Вестхэма. Причем Вестхэм представляет звезда Ютьюба, звезда команды Амкал, Герман Эль Классико. Если вы не знали, то он болельщик Вестхэма. С ним об этом, обо всем тоже поговорим. Так что приятного просмотра. А ты был когда-нибудь на первом месте в трендах? Да, были. Причем с каким-то видосом очень незрачным, который сняли за минут 15. Вот так. Ну, участие в нашем подкасте тебе в этом не поможет. Спасибо. Yes. Давай про Вестхэм. Знаешь, Герман, мы когда думали о том, с кем поговорить о Вестхэме, и возникло твое имя, я удивился. Герман, он же Эль Классико, он же болельщик Иреала. Каким образом Герман Эль Классико связан с Вестхэмом? На самом деле, это не так давно началось моему болению, которое постепенно перерастает в фанатскую прям любовь, наверное, года два с половиной, три. Все началось с того, что я поехал в Лондон, я очень пытался попасть на какой-нибудь матч АПЛ, и мой хороший друг, который работает в Пиццах, у него там свой знакомый, который работает в структуре Вестхэм, и достал мне билеты на матч Вестхэм-Эвертон. И я просто сошел с ума, когда сходил на стадион, я дико влюбился в эту команду. Меня поразило вот все, начиная от того, какие вежливые люди пошли на стадион, заканчивая тем, что рядом со мной сидели бабушка с дедушкой, которые просто очень мило разговаривали. Вдруг включается гимн Вестхэма, они вот так встают, рвут глотки, крича «Вестхэм юнайтэр!» И потом просто заканчивается музыка, они такие, все, окей, садятся спокойно и начинают смотреть футбол. Ну и в целом эта эстетика боления, ну опять же, она не только в АПЛ есть, она во многих странах Европы, когда не только голы празднуются болельщиками невероятно, но и крутые отборы, крутые там типа какие-то просто финты, они всегда там аплодисменты, крики, подбадривания. Ну вот. Ну и плюс к тому же на тот момент Вестхэм боролся за выживание, вот. И я ненароком начал, я еще тогда немножко стримил, где-то начал там карьеру за Вестхэм, ну и понеслось все, как-то ты выучил всех футболистов и пересвольтов в то, что сейчас я смотрю каждый матч Вестхэма, это отдельный день, все у нас прям железобетонный, ничего нету в этот день, я обязательно сажусь смотреть, вот. И у меня куча друзей, которые тоже из-за меня стали теперь фанатами этой команды. Слушай, ну тогда, когда ты был на матче Вестхэм-Эвертон, ты говоришь, они боролись за выживание, то есть это то время как раз-таки, когда Дэвид Моэс первый раз пришел в команду, я так понимаю. Да, 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 да. Вот. Сейчас он вернулся. Что происходит с ним в этом сезоне? Это наша ключевая задача на сегодня, понять, как так они высоко забрались, за счет чего они сейчас занимают пятое место в таблице. Ну блин, наверное, ну сто процентов Моэсу надо сказать спасибо, потому что, ну по крайней мере, в лице, ну точно всех русскоговорящих болельщиков Вестхэма, потому что я тоже там уже на куче там форумах, сайтах сижу и периодически общаюсь с кем-то из ребят, все боготворят Моэсу, все говорят о том, что типа он смог из команды, ну просто обычных средняков, которые, ну типа ничем не примечательны, но были бы там во второй десятке АПЛ и все. Вот, слепить реально боевую команду, которая может грабить просто любых топов, и это классно. Есть ощущение, что работа колоссальная, но мне кажется, что в первую очередь психологически. Такое ощущение, что игроки-то, ну нет такого, чтобы Вестхэм купил там сразу 10 человек новеньких, и они заиграли. Ну типа нет. Просто такое ощущение, как будто чуваки на поле сами поверили, что вау, а мы же можем играть наравне со всеми командами, не только с аутсайдером. Ну а так вы же сами, болельщики Вестхэма, начинающие и более опытные, гнобили тот Вестхэм, когда был первый раз Дэвид Моэс, и в принципе были не против его уходу и приходу Пилигрини. Тогда казалось, что ну вот, мы теперь будем играть в красивый футбол, все дела, и в итоге возвращаетесь к этому разбитому корыту, и корыта удивительным образом склеивается и перестает быть разбитым. Ну это, мне кажется, та самая история, вот мне как блогеру это очень знакомо, это та самая ведомость аудитории, когда ничего не получается, все такие, все, меняем, меняем, все плохо, все ужасно, и когда вдруг, ну потому что обычный взгляд обывательский, он не видит, что происходит там, нам не дают возможность посмотреть, что происходит на тренировках, как Моэс работает, как что, как мы только можем судить по играм, и вдруг бац, наступает сезон, в котором Вестхэм начинает действительно очень жестко играть и бороться там за места в Еврокубках даже, вот, и это, ну и сразу, естественно, настроение меняется, все сразу хорошие, все лучшие, всех любим, это даже очень забавно, вот, аренда Лингарда, и как только была новость, что все, он перешел, просто я столько прочитал хейта про Лингарда, столько его такие, он же труп, он не может играть в Юнайтед, его там посадили в резерв, в запас, никому он не нужен, выходит Лингард, в первом матче забивает два, и все, сразу, любимчик, его все сразу постят к себе с аккаунта Вест, он все пишет, Лингардиньо, мы любимый игрок, и вот сейчас был матч с Юнайтед, он по понятным причинам не мог играть против Юнайтед, и все, все вот эти комментарии забиты, причем и на русском, и на английском, что, ну, просто Лингарда не было, вот только его типа не хватило, мы бы с точностью, ну, то есть это просто такая типа поверхностное мнение болельщиков, которые, ну, не сильно разбираются в футболе, а скорее просто смотрят как типа, о, я болею за команду, хочу, чтобы она выиграла, она проигрывает, значит, все плохие, выигрывает, значит, все супер. Так, а если ты говоришь, что мы можем смотреть только на сами матчи и отталкиваться в своих впечатлениях от того, что происходит на поле, но ведь на поле с точки зрения стиля игры Весткома, это же просто вырви глаз, это же практически невозможно смотреть, это одна из самых обороняющихся команд лиги, которая тотально отказывается от прессинга, которая тотально отказывается от владения мячом, и при этом создает моменты, создает нормальное количество моментов для такой команды, для такой маленькой команды, с таким стилем, и, в принципе, нормально забивает. Тебе эстетически приятно смотреть за тем, как играет Вестком в этом сезоне? Слушай, на удивление да, на удивление да, потому что, ну, я в целом по своему образованию тренер, и мне кажется, что это идеальный пример того, как вот Моис, как главный тренер, идеальное распределение лучшей качества своих лучших игроков, и вот типа максимум, их максимальное использование на поле. То есть типа понятно, ну, можно прийти просто, сказать, я хочу играть 4-3-3, давайте играть нападения, все, чтобы были, чтобы все забивали, но просто это физически невозможно, когда нету хороших там фланговых нападающих и так далее. И мне кажется, что из того, что есть из тех футболистов, которые, и потенциально, если сейчас Вестком так и закончит, особенно если попадет Еврокубка, то мы можем говорить о том, что явно придет какой-нибудь новый форвард, явно еще будут какие-то усиления, они там и Долсона хотят да подписать, и Линграда навсегда подписать, ну, типа, оформить трансфер, и это будет прям, ну, типа, мне кажется, что постепенно эта команда может превратиться в более атакующую. Ну, и опять же, для меня удивление, как можно играть 10 человек обороняясь, делать один вынос на Энтони, надо подать, которому 30 лет, и он умудряется в один очко там как-то зацепиться, еще и забить, и там, опять же, солчек, который забивает по 8 мячей центрально, он опорник, он просто, типа, в целом он не созидающий игрок ни разу, но при этом это очень крутая история со всеми стандартами. Не знаю, ну, то есть есть ощущение, что просто максимально использование лучше в качестве. Как тебе тезис, что этот Вестхэм – новый Эвертон? Ну, новый Эвертон, имея в виду старый, Эвертон… Ну, да, да, да. Ну, наверное, да, это очень похожая история, согласен. И в тот момент Эвертон был тоже достаточно такой в боевой команды, состоящей из средняков и без каких-то там суперзвезд. Не знаю, мне кажется, что этим и привлекает внимание такая команда, как сейчас в Вестхэм, и как тогда Эвертон, когда нет… Ну, понятно, что можно болеть, переживать за команду Манчестер Юнайт от Манчестер Сити, но там в целом, что ни фамилия, то суперзвезда. Там уже ребята, которые приходят 20 лет на эту команду, они уже такие, о, мы пришли в Юнайт, значит, уже мы звезда, все. Там уже у людей сумасшедшие контракты, куча подписчиков в Инстаграм, и все, они звезды. Ну, вот, а здесь такая история, что очень многих чуваков, ну, типа, у них вообще какое-то минимальное количество аудитории, которая их там… Она только сейчас с ними знакомится, то есть они там играют в Вестхэм по несколько лет, и они такие, о, что это за… Я просто вижу, как в этом сезоне у них там было 20 тысяч подписчиков в Инстаграм, а сейчас вот ближе к марту у них там уже по 300 тысяч подписчиков было. Вау! Вами реально интересуются. Просто в России я никогда в жизни не помню, чтобы кто-то так, ну, типа, такое внимание было какой-нибудь средней команде, которая там показала хороший сезон. Ну, тут еще с точки зрения вот того, что проводят параллели между разными командами Моэса, то, что он, возможно, наконец нашел свою команду, свой рынок, свой клуб, в котором он может развиваться идеи. Еще с точки зрения как раз-таки уникальных качеств игроков, которые были в Эвертоне, то есть два лучших игрока Эвертона того периода – это Моруан Филайни, сейчас это Томаш Солочек примерно похожий, и Лейтон Бэйнс, то есть плеймейкер, фланговый защитник, и сейчас это Аарон Кресл, создающий больше другой игрок Креслова, и плюс дающий еще гибкость команде, то есть они могут перестраиваться на три центральных, где он один из трех центральных, и могут перестраиваться на 4-2-3-1, где он классический крайний защитник. Томаш Солочек, наверное, одно из главных открытий АПЛ этого сезона, при этом и он, и Цоуфал приходят уже абсолютно зрелыми футболистами, 1-26, 1-28, и в среднем, в среднем, в среднем. И вообще средний возраст Весхома, чуть ли не самый большой в АПЛ, там в тройке самых возрастных команд. Как тебе Солочек, и почему так удачно он вписался в эту команду? Ну, Солочек, это вообще моя любовь, потому что я сейчас всеми путями пытаюсь заполучить майку с его автографом, потому что для меня это прям самый любимый игрок Весхома. Мне кажется, что он сумма... Но единственный, кому я отдавал до этого предпочтение, это Себастьян Эллер, который в целом очень был чудливым таким нападающим, который я вообще не понимал, кто играет. Мы с друзьями сидели, смотрели там по дискордному матчу Весхома и ржали от количества там неточных приемов и неточных передач от Эллера. Вот, ну это такое, типа, именно пошутить. А так Солочек, конечно, он в огромном порядке, действительно делает очень большую работу, и вот мне кажется, что они в совокупии с Райсом, который такой чуть больше, ну, типа, распасовщик, а Солочек, не знаю, просто оказывается в нужном месте, в нужное время, и при этом очень классно отбирает ничьи, выигрывает там практически весь верх без жалуста, у него там что ни матч, что у него разбитая порозь, там что-то отваливается ухо, но он все равно бьется, все равно забивает. Это круто, это круто, когда, казалось бы, они же пришли там из Славии, по-моему, да, из Чехии, вот, и, ну, типа, ты не ждешь, что игроки из команды Славия будут сразу лидерами, типа, в АПЛ, вот именно в своей команде, куда бы они не пришли. А здесь очень прикольно, что, ну, по сути, там и, вот, условно, Солчека, там и неким заменить, то есть там есть Нобл, который выходит на, там, 15-20 минут, но он скорее такая, типа, общая для болельщиков эта история, что он заканчивается. Кстати, очень круто они делают с Марком, что они не как его, там, как там, всяких Кассилиса подпускают, которые, типа, а, все, старый, давай домой. Ну, вот, они тут реально прямо хорошо его доделывают. Ну, то есть, типа, мне кажется, что для Солчека это прям реально его команда. Его сейчас могут потрепать куда-нибудь, и было бы круто. Ну, честно, чисто, как для болельщика Вескома это плохо, но как для человека, который переживает за Солчека, было бы круто. Вот его пророчили же в Барсу вместо, там, Бускица какого-то и так далее. Блин, ну я бы посмотрел бы на Солчека в каком-нибудь топ-клубе. Мне бы хотелось, чтобы Веском стал для него супертрамплином в какой-нибудь прям супер-топ-клуб, где он мог бы стать опорником. Мне кажется, что он бы потянул бы. Слушай, ну есть другой опорник в Вескоме, которого ты уже обозначил. Это, наверное, сейчас главный актив, который как можно удержать? Я про Деклана Райса. За ним уже давно охотятся, и этим летом, видимо, все-таки охота к чему-то приведет. Что там и этого сезона? Ну, Веском единственное, что может сделать здесь, мне кажется, что... Ну, они вешают на него капитанскую повязку, что тоже, типа, дает свою, ну, опять же, такая ответственность. Ты капитан, они постоянно Райса заставляют. Ну, я не знаю, заставляют, нет, но я к тому, что он там выходить болельщикам, что-то говорить от лица команды. Ну, то есть он такой, вот этого нового Вескома, по сути, он лицо команды. То есть они стараются в медиа везде продавить, и мне кажется, что это... Ну, понятно, что они будут ему повышать зарплату раз за разом, но мне кажется, что... Ну, тут уже зависит от Райса. Я думаю, что... Ну, типа, если он скажет, ну, чуваки, я там в Челси, я еще куда-то, ну, типа, все скажут, окей, ну, типа, понимают. Ну, то вопрос, как... Станет ли он новым символом Вескома, да? Как старый символ Вескома, но был? Да, 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 да. Идет ли не только капитанская повязка, но и вот все символическое, что связано с но был? Ну, да, да, да. Мне хотелось бы. Это было бы круто, правда. Но, опять же, для Райса, как для, там, супермолодого чувака, который играет на уровне, как будто он уже поиграл в ЛПО лет, там, 10, ну, то есть, типа, по качеству его игры. Ну, тут все зависит, что для него ценнее. То есть, тут очень сложно влезть в голову человека. То есть, пока что, наблюдая за ним в соцсетях, кажется, что он может стать новым, марком новым. Но я не верю, что... Ну, типа, честно, если положу руку на сердце, я не верю, что он от жирного контракта в какой-нибудь топ-клуб откажется. Ну, я бы на его месте, наверное, не отказался. Ну, на Джей Филингарда обменяют его, и будет... Ну, да, да, да. Ну, и при этом, в таком случае, Центрполе достаточно серьезно пострадает в Эстхом. То есть, это сразу же сезон на восстановление. Ну, еще, наверное, много будет зависеть от того, какое итоговое место займет в Эстхом. Окажутся они в Еврокубках, и в каких, если окажутся. И, наверное, в заключении, каков потолок этого в Эстхома? Каким ты видишь максимальный результат, которого может добиться Дэвид Моэс, и вообще будущее этого клуба, этой конкретной команды? Мне кажется, что если каким-то чудом есть попадание в Еврокубки именно в Лигу Чемпионов, там, с последних, с таковых каких-нибудь там мест, то это вообще суперчудо, потому что это позволит на 90% сохранить команду. То есть, всех, кто хорошо себя проявил, ну, потому что это действительно будет мотивация для чуваков, участвовать в следующем году за эту команду. Ну, вот, Лига Европы чуть похуже, но тоже приемлемо. Но если, типа, в Эстхом не попадают в Еврокубки, то я вот почти уверен, что как-то и сказал, что, ну, тогда царян... Очень многие уйдут участвовать дальше, потому что для них это будет единственный шанс. Никто не знает, как они в следующем году себя покажут. И, типа, для того, чтобы поиграть в таких значимых турнирах, учитывая, что они еще не были, ну, типа, не имели шансов на что-то. Если удастся попасть в Еврокубки, то мне кажется, что ВСК может закрепить за собой первую, там, семерку вот этих команд, которые, ну, типа, и оставят... Опять же, я думаю, что в таком случае команда будет только усиляться. Типа, из-за того, что будут деньги, из-за того, что там руководство достаточно лояльно относится к Моэсу, и они видят, типа, как команда, которая была на 18-м месте, неожиданно оказывается, там, на 4-м, на 5-м, на 6-м. Вот. И в таком случае, я думаю, что ему выделят деньги не только для того, чтобы, там, докупить Долсона и Лингерда, но еще и где-то как-то, там, какого-нибудь нападающего дергать, еще кого-то, и тогда ВСК прикольно посмотреть где-нибудь, там, в Еврокубках. Вот. Если команда не попадает, то, вот, я думаю, что это крест в плане именно стартового состава. Это тогда действительно, скорее всего, обмен на Лингерда. Это действительно куда-то может уйти Солшик. И это пару сезонов на восстановление вообще новых игроков, кого они отдали, вот. И тогда надо будет уже что-то думать, потому что мне кажется, что Нобула продлили еще на год как раз в панике, что если кто-то уйдет, что делать, типа, кто будет играть в облорке. Я думаю, Нобула продлили на год, просто чтобы, если вдруг появится теоретическая возможность, сейчас у них три очка у Челси, игра в запасе, то есть они в зоне Лиги Чемпионов, а четвертое место сразу групповой этап от Англии, то и Нобула будет играть в Лиге Чемпионов. Это, конечно, это безумный мир, если Марк Нобула будет играть в групповом этапе Лиги Чемпионов. Да, это вообще, это с кафтой, конечно, будет. Он, блин, мне кажется, что, ну, в целом, я уже дал себе, я, во-первых, очень хочу, чтобы попали в Еврокубки, и для меня все, где бы матч ни был, я поеду, я готов. Конечно, будет круто, если они в Россию куда-нибудь приедут, ну, вот, только очень сложно болеть, быть, за кого, вот, ну, понятно, что я очень хотел бы, чтобы были Еврокубки, чтобы сгонять, посмотреть на Весту. Так, последнее. Ненавижу кольцевую композицию, но все же, если в Лиге Чемпионов Весту попадает на Реал Мадрид? Наверное, все же Весту, потому что Реал Мадрид это такая любовь детства, которая, блин, ну, не знаю, это просто любовь к Раулю, любовь к Гути, то есть это совсем какой-то старый Реал, от которого ничего уже не осталось, кроме Марселла. Вот. И, ну, для меня это в любом случае там, любимая команда в Испании, но это команда, у которой и так все хорошо, а в таком сознательном возрасте стало очень приятно, смотреть за команды, у которой не всегда все хорошо, которые иногда борются за выживание, а иногда, ну, то есть, каждый матч это реально как новая битва и непонятно, как она закончится, ну, вот, за которой каждый матч интересен. В общем, меняй тогда свой ник, меняй название канала, вместо Эль Классика какой-нибудь Хаммер пиши, Герой, и вперед. Хотя бы новый канал создай, где будет другой ник, где будет другой Герой. Согласен, согласен. Согласен, надо подумать над этим. Спасибо за это открытие, тебя как болезни. Билли, слушай, пятое место Вестхэма и Дэвида Моэса нас заставляет поговорить о его персоне во всяких контекстах. И дай мне отмотаться назад. Ты, как человек, поработавший с Моэсом вместе, когда в 13-м году Алекс Фергюсон назначил его своим преемником в Манчестер Юнайтед, насколько ты был этому удивлен? Ну, вообще-то, там, не только я не прочил, а, как говорят, пророчил эту вещь, потому что они оба там с одних краев. Шаг вперед надо было делать уже порядка там 13 лет. Моэс работал или сколько? 12 в Эльвертоне. Да, и шаг вперед более статусный клуб на то время, более статусная должность именно в этом клубе. Поэтому, в принципе, все так были к этому готовы. Рано или поздно это должно было случиться с учетом того, что Моэс доказал свою работоспособность в этой лиге. И, соответственно, Фергюсон уже, наверное, хотел поработать в более спокойных условиях, нежели... Я, наверное, когда спрашиваю об этом, я, скорее, имею в виду футбольные и тренерские качества. То есть, тебе не казалось, что это не подтянет? Нет? А тут суть не в этом даже. Тренерский не тренерский. Тут любой тренер. После него какие были мастодонты и все поплыли, грубо говоря. Тут не в этом дело. Тут большое преснение и давление в первую очередь. А потом дальше уже исходя из гибкости твоего, скажем так, поведения с игроками, гибкости твоей тактической схемы можно выстраивать любой футбол. Тренера тоже учатся от года к году. Они становятся лучше, другие не становятся. Но в случае с Дэвидомойзом, мне кажется, у него получилось сделать этот шаг вперед, но закрепиться ему времени не дали просто никакого. И плюс вот эта переходная стадия смены поколений, она, конечно, тяжело удается до сих пор Манчестеру аукать. Знаешь, про британских и шотландских английских тренеров есть такой стереотип, что они так простоватые ребята в смысле футбола. Позиционную атаку не делают, больше навесы, бей-беги. Вот как эти стереотипы применимы к Моррису? Типичные, да. У нас не было каких-то супертактических изысков, не было тактических перестроений группами и так далее. То есть, были обычные такие, стандартные вещи, которые делает любая команда. Просто они не проходили на более высокой интенсивности. одобрялось, конечно, больше бега, больше силовых единоборств. Соответственно, подачи, кроссы с флангов обязательно. То есть, обязательно было для всех, для полузащитников, для защитников уметь доставлять мяч в штрафную в опасной зоне. Вот тот Вестхэм, который у него сейчас есть, мы с тобой до эфира как бы говорили, и ты сказал, что ни одного матча Вестхэма не видел. Но очень многие говорят о том, что вот нынешний Вестхэм очень похож на тот Эвертон, который был у Моэса. Вот если охарактеризовать его с футбольной точки зрения, вот так по порядку, как мы сейчас можем охарактеризовать футбол Клопа или Гвардиолы, что это? Ну, как, футбол такой достаточно организованный в плане во всех линиях. Организация такая, требование там не как-то там триблинг или что-то такое. Требование работа, требование перестроения, но, допустим, у нас в свое время были футболисты, которым он отдавал наводку в ведении игры, то есть он не запрещал ничего делать. Это кто, Это Эпинар, это Артета был и Осман там в свое время, Кехел, но это чисто колотушка, который должен был вколачивать, оказывать давление на защитников. плюс, когда в филайне появилась эта опорная зона, появилась уже развязывающая руки тому же Артете, вот, вот они вели именно вот такой, давали, что ли, небольшой, но такой заметный комбинационность стиля, да, были у нас атаки именно и с розыгрышем, и с подачами, именно проблески, скажем так, но на постоянную основу это не ставилось, то есть это было в руках трех-четырех футболистов, которые могли импровизировать, остальные должны были выполнять, ну и в принципе так по-доброму был состав, что работоспособные, плюс высокие ребята, это опасность при стандартах и так далее. То есть три-четыре человека имели креативных, имели полную отмоя со свободу? Да, могли делать почему, ну вот, он говорит, вот ваше третье поле импровизируется, ну зачастую так получалось, что были вещи, были игры, когда неожиданно мы играли в комбинационный футбол для соперника, вот, потом, когда соперник очухивался, уже мог бы быть счет там, ну допустим, Челси там, когда к нам приехал, я не помню, 2-1 или 2-0 мы выиграли, мы их перепастовали в первом тайме, казалось бы, вот, там были футболисты, это Челси Анчелоте, наверное, должен был быть? Ну, я не знаю, мы их дома почему-то, вот я не помню, чтобы мы хоть один раз Челси проиграли. Вообще, Вертон дома почему-то Челси очень хорошо играет. Да, там был и Карвалев в защите, там Иванович, и там Анелька, и там правый сейчас я не помню, там тоже француз тоже очень сдрибленный, то есть они комбинационные, там и Лэмпорт бегал, и Сьенбул, и все равно мы их сумели перепасовать. И после первого получилось так, что мы уже вели в счете, да, после первого тайма, и второй тайм вышли, уже начали играть свою старую вот эту скрипку уже, и забили еще гол, по-моему, бэкфортом забили еще, вот, и выиграли ту игру. Вот, то есть мне кажется, что такая смешная стилистика, она у нее не на постоянной основе, но есть от чего отталкиваться, то есть получилось, получилось, но основные азы, мне кажется, вот организация футбола во всех линиях без провалов, ну, и плюс это силовое давление и такое, там, при обороне плотнее, там, в атаке, грубо говоря, агрессивнее во фланге, темп, я думаю, ну, я говорю, что не видел эти матчи, но если говорят схожесть, то, наверное, за счет этого они сейчас пытаются ворваться туда. Давай я тебе несколько подсказок дам, и ты скажешь, насколько это соотносится с твоим пониманием футбола Мойса. Вестхем сейчас лидер чемпионата Англии по голам со стандартов, больше всех они забили 14 голов. Действительно вы так скрупулезно работали над стандартами? Для тебя это удивительно или это так и должно быть? Слушай, мы много забивали стандартов, я это помню, но это было, не было какого-то суперрозыгрыша, были блокировки какие-то вот в штрафной площади, но у нас были очень высокие футболисты, прыгучие там, ну, никому не секрет, что Кейхел, да, он там головой больше всех там забивал в то время, Тим Кейхел, тот же Филлайни, тот же Сильвен Дистент, тот же Джаги Йелка, то есть это ребята фактурные, высокие там, или будь от Саа, Бутовани Чеби, все там в штрафной были, плюс отличные кроссы были и у Артет, и отличный кросс был у Бейнса. И у тебя неплохой. Да, у меня, по-моему, пять или шесть голевых состандартов именно, с угловых, со штрафных, то есть ребята просят мяч в ту зону, если ты ее туда доставляешь, они, скорее всего, до мяча добираются. Так же, в принципе, может быть, сейчас у них ситуация состоит. Ну, насколько вот времени, сколько времени занимало это в тренировочном процессе, отработка стандартов, перемещение, подача? Ну, в наше время это была предыгровая тренировка всего лишь. Все. Со стандартами? Да. Предыгровая стандартам удивлялась, ну, минут 45-50. Ну, то есть разминка, поиграли в футбол, группы, которые завтра начинают, идут отрабатывать стандарты, другие там делают другую дополнительную работу, и все. Ну, предыгровая тренировка, она была там 45 минут интенсивности на поле, а еще минут 45 на поле уже именно вот такая стандарт подачи, ну, такая уже более тактическая. Ничего такого он не придумывал никогда. Следующий факт. Есть такой защитник Доусон, он, в общем, с Вотфордом вылетал из премьер-лиги. Оказалось, что все уже, человек вряд ли сыграет на нормальном уровне. Моис берет его, он забил уже три мяча за Вестхэм. Ну, в общем, это такой самый, казалось бы, дуболомный центральный защитник. И вдруг у него Моис расцветает. Есть ли какое-то объяснение, почему Моис так влияет на игроков и даже такие колотушки вдруг превращаются в приличных футболистов? Ну, мне кажется, любит таких защитников. Он центральный, да, я так понимаю? Да, он центральный, да. Ну, вот, у него в центре всегда были такие, ну, не скажу, что дуболомные, но в плане там какой-то техники, там, тактических изысков рабочие такие ребята, которые вот именно борются за мяч, борются за позицию, не стесняются там и на трибуну еще выбить мяч. Надежность, да. Вот у нас, я кого вспомню, они все такие были. Но плюс должна быть еще, мне кажется, он всегда в пару подбирал таким достаточно скоростных крайних защитников. Ну, сейчас у него хорошие края, тем более, что он играет в три центральных. Ну вот, крайне когда, ну, видишь, тут разнятся схемы, у нас мы никогда не играли в пять защитников, играли в четыре. Вот, ну, значит, есть возможность подстраховки, потом, если ты играешь в два, ну, не очень-то быстрых, но очень габаритных центральных защитников, даже в три, если сейчас, да, взять, то это определенная проблема для соперника, потому что если соперник имеет тоже там габаритного, в плане наступления он всегда к твоим воротам лицом, а твой защитник всегда лицом к чужим воротам, то есть он имеет преимущество при этом. И тут кто кого перебадает, если он справляется, то, как правило, центр закрывается на замок. И, мне кажется, у Моста всегда вот было требование, чтобы в середине поля была выжжена земля, просто не пускать туда никого. Может быть, этим... Сейчас Райс и Соучик, это прямо чуть ли не лучшая пара двух центральных полузащитников, ну, по крайней мере, на этом... Ну, Соучик, это со Славией, который, да? Да, да, он. Ну, важно тут, да, при этой схеме там закрывать эту зону между защитниками и полузащитниками, если они справляются, это вообще великолепно. Но если они вдвоем играют, грубо говоря, горизонтально, это одна история, или вертикально, да. Скорее горизонтально. Ну, если горизонтально, то это вообще бетон какой-то. Ну, так и есть. Насколько вообще для тебя удивительно, что вот после неудач с Манчестером, после вылета с Сандерлендом, после этой сумасшедшей поездки в Испанию, в Соседат, вдруг раз он перезагрузился и сейчас борется с Вестхэмом за Лигу чемпионов. Насколько это удивительно? Ну, наверное, что-то пришлось какое-то переосмысление, может, осознание чего-то. Может, попал в свою команду, в свою атмосферу, потому что, мне кажется, испанский чемпионат это совсем была такая экспериментальная вещь, которая вообще не вышла. Тот же вылет с Сандерлендом, да, это тоже история, ну, не тот уровень, наверное, был у игроков, чтобы соответствовать требованиям. и, скорее всего, тогда команда должна была вылетать в игре, там ничего сделать невозможного было. Вот, сейчас команда, которая, наверное, подобрана из тех футболистов, из которых у него идеи есть им дать, и они эти идеи могут воплотить. И если менеджмент сработал в этом плане, выбрав Мойса, то это надо только поаплодировать, потому что, наверняка, есть какая-то ну, мысль, да, может быть, целый отдел, который смотрит, какие футболисты есть в распоряжении, и что с ними может сделать именно этот тренер. Его пригласили, и, видать, ну, не ошиблись, пока идут где надо. Так говоришь, как будто они переживаешь теперь, нет? Или да? Я не то, что переживаю, я всегда думаю, что, ну, всем желаю удачи, если Мойсену удалось там поработать до 25,5 года, дай бог ему удачи. И если вот наконец-то осуществить свою мечту, там, попадет в Лигу Чемпионов, то это я подойду и первый там сценарий, я вам скажу, сценарий, вот этот дядя меня тренировал тоже. Слушай, насчет дяди. Вот сейчас ты перечитал игроков того Эвертона, который был у Мойса, и мы берем Эвертон сегодняшний, который имеет супертренера, да, там, Лиги Чемпионского, победоносного. У тебя нет ощущения, что Анчелотти, на самом деле, этому Эвертону ничего особенно такого прорывного не дал, и что тот ваш Мойсовский Эвертон на самом деле ничуть не хуже, может даже лучше. Ну, мне кажется, вот мы с тобой говорили уже, по-моему, там, да, в прошлый раз. Перед Дервой, да. Не хватает, да, не хватает какой-то стабильной стабильной солидности на поле, что ли, вот, чтобы было от и до, не было провалов по течению матча, там, то есть, какая-то должна была быть вещь, которая вот невооруженным глазом была бы видна ничего, ну, то есть, рука ничего, вроде. Ну, то, что я вижу, нет. Вот они, в принципе, играют, они на каком месте находятся, они примерно так и играют, то есть, ни два, ни полтора. То есть, есть матч хороший, есть матч не очень, забьет этот Ришар Лейсон или Келвин или нет, то, в принципе, одно и то же, то есть, из матча в матч, какого-то прорыва я не видел. И вот, мне кажется, большая доля в этом должна была быть именно вот креативчик, немножко такого добавить, это вот хамис. Но, к сожалению, мне кажется, он пока не оправдывает ожидания в этой части. Ну, да, суть в том, что вот не хватает такого иногдашнего, вот как я тебе говорил, эпизодического креатива, который может быть выльется на постоянную основу. То есть, в этом смысле команда Мойса даже поинтереснее была, да, Тот Эвертон? Ну, да, у него тогда получалось какие-то вещи делать так, чтобы мы ставили соперникам интересные задачи. Мы же там бывали на выездах, там, и Манчестер-Сити обыгрывали, там, и Тоттенхем, и Арсенал там еле уполз от нас. То есть, были такие игры вообще, когда неизвестно, ну, переодень майки, непонятно было, кто мы, это Эвертон играет, или там Манчестер-Сити, да, то есть, мы спокойненько разбирались. А потом могло это пропасть, знаешь, на следующую игру. А потом эпизодически опять включиться, минут на 40, на 50, опять пропасть. А, допустим, сейчас у Эвертона я вообще такого не вижу. У них все как бы по линейке, что ли. Слушай, а вот мы с тобой говорили перед тем дерби, который был на Гудисоне, тогда 2-2 сыграли. Сейчас скоро еще одно. Да, и впервые за 20 лет выиграли на Энфилде. И казалось, что, ну, лучшие импульсы не придумаешь. А они берутся, сейчас два раза подряд вообще проигрывают, причем Берли один из этих матчей. Что это? Что это? Ну, сейчас вообще на Ливерпуль, на победу, на Энфилде там ориентироваться не надо. Сейчас Ливерпуль там сколько, шесть дом подряд проиграл? Ну, два, да. Ну, много чего они проигрывают. Это не та игра, которая поддается вообще. Там анализу или что. Выхолощенность тоже это не назовешь. Энфилд это обычный стадион, как и все остальные, потому что сейчас он проходит без зрителей у них игры. Так что, мне кажется, тут неважно, где ты играешь. Сейчас на данный момент тоже не трибун, ничего, не болельщиков. То есть, это победа. Вот, кстати, объясни диспозицию для Эвертона, который так долго не выигрывал у Ливерпуля. Вдруг победа, это значит, что теперь сезон уже хороший? Или все-таки им важно в таблице быть выше? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Я думаю, что нет в условиях этих, как сказать, мировых стрессов вообще непонятно, что это сезон. Тут очень много других вещей, которые важнее, чем победа на пустом инфилде. Думаю, если кто-то сейчас жареным запахнет, они не должны попасть в эту Лигу Европы. Они же могут сейчас и в Лигу Европы не попасть, если так играть будут. Но пока седьмые. Ну, пока. Там же еще и ребята из Арсенала хотят куда-то попасть. Ну, посмотрим. Слушай, а кубок и его цена для Эвертона какая? На выходных они играют в Сити. Кубковый матч, четвертьфинал. Это будет главный матч для них? Могу тебе сказать так. Вот когда играли в кубки, всегда вот этот и Лиги, и Кубок Англии, первостепенные этапы были, они такие, знаешь, ну, как бы путь еще, возможно, долгий. Что там будет, непонятно. То есть не было никакой накачки, что такое. Мог бы состав паротировать, знаешь, там и молодежь выпустить. Как только ближе к этому, все отношение идет серьезнее. Сейчас идет Финал Сити, это тоже один из вызовов. Плюс Кубок же дает у них до сих пор выход в Лигу Европы. Дает, дает. Ну, это тоже один способ туда залезть. Но я не, на Сити я не вижу шансов, если честно, на данный момент. То есть вот этот кубковый характер там проявить, как с Тоттенхэмом, там что-нибудь. Нет, они могут, они могут начать кусаться, зацепиться, но я имею расклад сил, пока не в их пользу. Сити на ходу, Сити хорошие, несмотря даже на то, что они проиграли Ситаманчестер, да, там где-то. Ну, да, 22 матчей проиграли. Да, у них есть, вот у них как раз команда, весь матч держит креативный футбол, который, ну, доставляет именно и удовольствие и игрокам, и тренерам, и так далее. Вот их футбол, конечно, все 90 минут приятно смотреть. Слушай, тут Челотти однажды, ну, недавно сказал, что ему очень нравится сотрудничать со своим помощником, шотландцем Данканом Фергюсоном, ну, вот этим огромным, нападающим. Легенда, легенда он считается. Да-да-да, легенда Эвертона. Все хорошо, все отлично, кроме того, что с Ишин непонятно, чего он говорит. Ведь они одинаково с Моэсом говорили. Ты вообще понимал Моэса? Ну, я понимал, но не сразу, но он потом немножко понял, что там иностранцы от этого немножко страдают. И он, может, более простые обороты выбирал, но когда он, допустим, где-то что-то обсуждает с кем-то на стороне, ты это слышишь, или там по телефону он с кем-то говорит, это, конечно, пипец полный. Ну, ты вот, как у тебя за эти два с половиной года ухо к шотландскому акценту не привыкло? Нет, привыкло, да там много, там ирландский, это же Ливерпуль, такой город, там столько намешано, там и местный этот диалект, и шотландский, ирландский, там что хочешь, наслушаешься. Чисто английский, только если в Лондоне езжай, тогда там всех понимаешь. Да, я знаю, гонял, было дело ты. Слушай, но напоследок, кто будет выше в таблице, по-твоему, Моис с Вестхэмом или Эвертон? Таблицу, смотри, там не все так просто. Так, чтобы самому не запутаться, я тебе сейчас прям скажу, давай, я тебе скажу, что Вестхэм на пятом месте 48 очков, а Эвертон на седьмом 46. Два очка в пользу. Нет, а этот, туры, туры, сколько там осталось у них? Из кем? Вот это важно. 10? 10, да. Ну, вот в раскладках по турам интересно, если домашний, ну, сейчас, в принципе, домашний, не домашний, не важно, если просто будут соперники попадаться более удобоваримые, то, я думаю, Эвертон будет выше, потому что на Вестхэм сейчас будут настраиваться немножко по-другому, сейчас вот их Манчестер обыграл, да, еле-еле там 1-0, и теперь в Вестхэм, я не думаю, что кто-то будет там против, да, чтобы Вестхэм куда-то там попадет выше, но есть команды, которые априори могут финишировать, ну, более сконцентрировано, именно вот, более опытно в этом плане, там, Тоттенхэм где-то там находится. Ну, где-то там, ниже, да. где-то там Арсенал, там тоже где-то подкарабливается, да, ну, тот же Эвертон, могут съесть на финише, потому что опыт это есть опыт, потому что у Мойса часто не получалось залезть в последний, вот, именно все хорошо-хорошо, я помню, когда они опередили в каком-то году, в 2005, что ли, в 2004, в Ливеркуле стали четвертые, да, было ура-ура, а потом кому-то в Фиорентине, что ли, они стулись, или не попали в Лигу Чемпионов, потом в следующие года еле-еле там Астон Виллу вот-вот догонят, там, влезут куда-то там в пятерку, что ли, или наоборот занимали пятая, там, оторвались от Астон Вилла, когда Астон Вилла еще была там в Фаворе, и все, вот это всегда финальная история, у него не получалось именно заскочить в эти дела, может быть, что-то сейчас поменяется, но в целом, я думаю, его догонят Вест Хэм, не хватит Вест Хэму как такового веса. Не, ну я все-таки хочу, чтобы твои сыновья в конце сезона около телевизора, и ты им сказал бы, вот с этим дядей я тоже работал, это будет прикольно, когда он все-таки борется куда-нибудь там, в Европу или еще куда-то. Билли, спасибо тебе большое, я думаю, что мы до конца сезона с тобой еще постараемся услышаться, потому что сверять мнение по тем, с кем ты работал напрямую, это прям то, что нужно. Александр, пожалуйста, отчитайтесь как болельщик Эвертона, вы на седьмом месте сейчас, сезон идет в соответствии с ожиданиями, впереди ожидания или позади ожидания? Этот сезон для Эвертона, на мой взгляд, является переходным, и данное седьмое место, это в целом хороший результат уже потому, что мы находимся всего в трех очках от того результата, которого добились в прошлом году. В прошлом году Эвертон 49 очков набрал за весь сезон, в этом году 46, мы по-прежнему являемся активными участниками борьбы за попадание в Еврокубки. Я не говорю о Лиге чемпионов, потому что, на мой взгляд, наш состав сейчас недостаточно хорош, недостаточно сбалансирован, чтобы на длинной дистанции добиваться более высокого результата. Но это действительно хороший результат, и работа Карла Анчелоти с командой, она сейчас нам добавляет, безусловно, очков по сравнению с теми показателями, что были в прошлом году. Мы стали более уверенно работать и бороться с командами, которые сильнее укомплектованы, которые располагают большими возможностями. К сожалению, Эвертон не слишком хорошо играет с командами, которые располагаются в нижней половине турнирной таблицы. Это касается, прежде всего, домашних матчей. Пока не всегда мы готовы играть с позицией силы и диктовать свою волю на футбольном поле. Чаще мы реагируем на то, что происходит. Но борьба за попадание в Еврокубки в этом году это тот результат, на который мы можем рассчитывать. Но самый главный все-таки нам очень нужен трофей. Давайте доберемся до Кубка. У вас четвертьфинал с Манчестер Сити впереди. Когда вы говорите об этой слабости, что Эвертон не может диктовать свои условия с таким-то топ-тренером, и когда приходил Анчелотти, говорили именно о том, что какой-то смысловой прорыв он сможет обеспечить, что его не случилось, и Карло Анчелотти уже слишком, может быть, стар для таких прорывов, или что? Нет, Карло Анчелотти не стар. Наоборот, Карло Анчелотти достаточной степени универсален. Команда начала играть лучше, но команда еще не стала в полной мере той командой, которую хочет видеть Анчелотти на футбольном поле. Невозможно за одно трансферное окно полностью изменить состав команды, менталитет команды, которая очень много теряла очков и проигрывала в прошлом году, там, где обязана была выигрывать. Благодаря усилиям Карла Анчелотти мы стали играть более рационально в целом ряде матчей и добиваться результата там, где этого не удавалось. Мы играли очень, скажем так, реалистичные, практичные победы по 1-0, в том числе и над недавними соперниками, будь то Весбромвич, мы уверенно обыгрывали Лестер, Волгер Хэмптон с минимальным количеством моментов. Карлу Анчелотти удается вытаскивать из команды все-таки ее потенциал на той стадии формирования, что она сейчас есть. У нас в каждой линии есть как сильные игроки, так и слабые игроки, которые не тянут уровень борьбы за самые высокие... Назовите, вот давайте один пример. Оборона. Сильный игрок, слабый игрок. Это вот... Это очень просто. В обороне сильная позиция это Майкл Кин и Бен Годфри. Слабая позиция это Мэйсон Холгейт и травмированный сейчас Герри Мина, который великолепен в борьбе в воздухе, но порой очень неуклюж, когда мы принимаем атаки сходу от противника. Полузащита. Люк 1 это наше продолжение легенды Лейтона Бэйнса. Нам всегда везло на хороших левых защитников. В полузащите сильное звено безусловно сейчас это бразилец Аллан. К сожалению, травмирован Абдулай Дукуре. снова возвращается к лучшим кондициям Том Дэвис, наш воспитанник. Слабое звено к огромному разочарованию это Алекс Ивоби. Андрея Гомиш после страшной травмы не выдерживает интенсивности, хорошего ведения игры. Вообще правая полузащита, вот эта позиция для нас слабая. В атаке все в порядке в том плане, что и Ришарлисон и Калверт Люинс справляется со своими задачами и забивает много и отдают. Калверт Люинс вообще совершил настоящий прорыв в этом году. Но за ними опять же нет никого. Если кто-то из них травмирован, мы так или иначе начинаем хромать. И в этом наш минус. Не сбалансирован состав Эвертона сейчас. Александр, вот Эвертон наверное сейчас один из лидеров по количеству использованных схем по ходу сезона. То три центральных, то четыре в линию, то и в обе там играет по всей бровке, то еще там что-то происходит. Объясните, почему Анчелоти вот так много меняет схему, так часто меняет схему? Во-первых, этот сезон чрезвычайно сложный из-за той интенсивности, которую предложила английская премьер-лига в ковидный период. Мы стартовали раньше, все команды проводят по два матча в неделю в качестве обязательных, по сути, очень много травм, потери у всех команд, в том числе у Эвертона. А Карло Анчелоти исходит прежде всего из сильных сторон игроков. Он не догматик какой-то точной схемы, которую исповедуют те же тренеры, будь то Гвардиола, Томас, Тухель. Он не сторонник точной определенной игры. Он очень часто использует схему трансформер. Он может играть 4-2-3-1, когда мы атакуем. Мы играем очень компактно 4-4-2, когда обороняемся. Это сильная сторона Анчелоти. Он видит максимально сильные стороны игроков и их использует. Кто сильнее на данный момент, тот играет сейчас. Поэтому бывали такие случаи, когда у нас играли 4 в линию, 4 номинальных центральных защитника. Бен Годфрей слева, хотя он центральный защитник, но был травмирован люк-1. Справа играет Холги. Он играл так в сбром мяча, но все-таки для него более привычная позиция центрального защитника. Кто сильнее всего сейчас, тот играет. Где мы можем достичь наибольшего результата, соответственно, ту схему будем использовать. Ри Шарлисон, который играл то в оттяжки, теперь составляет с Кайлотером Ньюином или с Родригесом пару нападений. В какой-то момент, по каким-то моментам игры, кажется, что это какая-то мировая звезда растет, а в какой-то момент кажется, что обычный неплохой бразильский футболист. Где это правда? Где настоящий Ри Шарлисон? Где-то посередине. Где-то посередине, потому что он еще достаточно молод и может прогрессировать. В матчах, которые складываются неудачно для всей команды, Ри Шарлисон может уйти в тень. Ему все-таки очень нужны хорошие передачи от плеймейкера в нашей команде. У нас на этой позиции сейчас играет чаще всего Гульфи Сигурдсен, потому что Блеснов в начале Хамис Родригес очень уязвим к различного рода небольшим повреждениям. И поэтому чаще всего он находится в лазарете. Ри Шарлисону нужен хороший пас. Либо он должен получить то хорошее развитие атаки, в котором он будет максимально полезен. Прежде всего на скорости. Я думаю, что Ри Шарлисон должен продолжать прогрессировать. Если он не будет про себя думать, что он звезда, тем больше он будет расти и тем выше будет его трансферная стоимость, хотя мы очень хотели бы его сохранить в нашей команде. Это тот системообразующий игрок, который может делать разницу в одном конкретном моменте. Он может забить тогда, когда ты этого не ждешь, и это принесет вам победу. Какие эмоции испытывают болельщики Эвертона, когда видят Вестхэм в главе с Дэвидом Мойсом выше себя в таблице? И особенно наши комментаторские посылы, дескать, нынешний Вестхэм очень похож на тот Эвертон из нулевых годов. Это логично, потому что Дэвид Мойс это очень структурный тренер. Это тренер, который всегда хорошо работал на длинной дистанции, а не в кубковых матчах. Меня как поклонника кубков всегда разочаровывало, что Эвертон регулярно вылетал на ранних стадиях. Дэвид Мойс хорош на длинной дистанции в 38 турах. Он играет не в такой изысканный футбол, но он играет в вертикальный футбол, команда двигается быстро, он находит лучших игроков в данной позиции и выжимает из них максимум. Чем Эвертон всегда славился при Дэвиде Мойсе, он максимально реализовал лучшие качества своих футболистов. Именно при Дэвиде Мойсе Артета играл в лучший футбол в Эвертоне, чем в Арсенале, поверьте. Стивен Бейнар играл лучше в Эвертоне, чем он подумал, что лучше будет играть в Тоттенхэме, пошел на повышение, но вернулся к нам и их связка с Лейтоном Бейнсом была великолепна слева. Ингруан Филейни тоже был максимально эффективен, как мистер Соучик сейчас. Лучший Именно Филейни играл в Эвертоне, чем в Манчестер Юнайтед. Мойс умеет это делать, он работает очень хорошо, при этом никакой зависти к Дэвиду у нас сейчас нет, благодарности к нему за те годы, что он работал с Эвертоном, лично я не хотел бы его возвращения в команду, некоторые болельщики хотят, но я не за такой здоровый консерватизм, а то будет консервация. Вот, кстати, интересно, вы задаетесь таким, может быть, дурацким болельщикским вопросом, какая команда сильнее, Лучший Эвертон Моэса или Лучший Эвертон Анчелотти? Не задаюсь таким вопросом, потому что это очень разные команды и по составу, и по возможностям, и по амбициям. Мы понимаем, что у Дэвида Моэса таких возможностей не было, это позже уже пришел Фархат Машири, стал держателем контрольного пакета акций клуба, уже потом появились планы по строительству нового стадиона и появился тренер, под которого мы можем брать очень сильных игроков. Это просто разное время и я делаю на эту скидку. Не стоит сравнивать. А когда вы говорите о цикле и о построении команды в Анчелотти, сколько вы еще ему отводите времени? Вы с этого начали, что он только в стадии строительства, бла-бла-бла, но как-то это сейчас, когда время идет так быстро, кажется, что это какие-то отговорки. Я понимаю, но в любом случае у Анчелотти это первый полноценный сезон, будем откровенны. Я думаю, что если в этом году мы попадем в Еврокубке, это будет замечательный результат. Максимума даже в следующем году мы не добьемся, я думаю. Я думаю, на третий год можно ждать и спрашивать по максимуму, когда команда в целом станет сильнее, чем совокупность игроков, которые могут играть за нее, когда именно целое позволит достичь желаемого. Это трофеи, прежде всего трофеи. Итак, мы подбираемся к самому главному. В субботу у Эвертона игра с Манчестер Сити. Что там будет? Все банально? Сити размажет Эвертон или будет какой-то сюрприз? Сити не размажет Эвертон абсолютно точно. Мы только что проиграли Челси 2-0, мы только что проиграли Берли 2-1. После таких поражений команда ни в коем случае не будет играть слабо. Мы вспомнимем самый лучший матч этого сезона, это даже не победа на Энфилде. Это матч кубка против Тоттенхема победа 5-4 в дополнительное время. И шикарный мэн с Карлом Челотти, когда мы все сходили с ума, он спокойно потягивал чай своего стаканчика. Будет борьба. Объективно на данный момент шансы в пользу Сити 70 на 30. Если бы были болельщики, я сказал бы, что шансы 60 на 40 в пользу Сити. Абсолютно точно мы дадим Карл Анчелотти за всю свою карьеру выигрывал больше кубковых трофеев, чем национальных чемпионатов. Он очень любил выигрывать Лигу чемпионов, национальные кубки. И у нас есть шанс в любом случае, потому что до матча счет 0-0. И во-вторых, Анчелотти наверняка очень детально и лучше, чем простые болельщики посмотрели, как Манчестер Юнайт только что обыграл Манчестер Сити 2-0. Если это сделал Сульша, то это вполне можем сделать и мы. Если у нас будет клинически отличная реализация и мы не побоимся сами показать первыми зубы, это будет замечательно. Не хочется реагировать уже на то, как Юнайт будет вести игру. Нужно попробовать сделать первыми свой ход. Вы меня вдохновили на этот матч, потому что мне его комментировать. Если вы услышите какие-то свои мысли, и наши зрители их услышат, вы можете понять, откуда они. Кстати, вопрос. Вы с какого года болеете за Эвертона? Впервые об Эвертоне я услышал в 1992 году. Тогда Спартак играл кубковые матчи против Ливерпуля. Я был тогда подростком. И я узнал тогда, что в Ливерпуле есть люди, которые болеют за Спартак. Я не был никогда болельщиком Спартака, но тогда узнал впервые о существовании Эвертона. ночью смотреть часовые обзоры на пути к Уэмбли. Это было на первом канале. Самое первое знакомство с английским футболом. Я не вспомню свой самый первый матч Эвертона, но постепенно через эти трансляции, через победный финал Кубка Англии против Манчестер Юнайтед 1-0, когда Андрей Кончельский сыграл за Эвертон. Этот интерес поддерживался с развитием интернета в начале нулевых. Я включился полностью и теперь смотрю все и всегда. Наши зрители наверное не поймут этого, но вот в 95-м году, если еще существовала программа на пути к Уэмбли, вы с каким интервалом после того, как финал Эвертон Манчестер Юнайтед состоялся его посмотрели? Его же не показывали впрямую? Очень просто. Можно было найти запись. Это очень важный момент. Через сколько после матча? Ну это было может быть года через 3-4. Да ладно. В 98-м посмотрели финал 95-го? Да-да, это было с запозданием на VHS были записи, продавались это было на горбушке. Сначала были VHS, потом появились DVD, на которых можно было достать такие раритетные вещи. Ну а потом спасибо НТВ+. Тогда уже если матч Эвертона выбирали для трансляции, ну это было счастье, можно было посмотреть игру, прийти в спортивный бар и одному кричать на весь бар. Все-таки мы живем на самом деле в прекрасное время. Включил телефон и посмотрел. матч в прямом эфире любой какой хочешь. Александр, спасибо вам большое, пожелаю все-таки удачи Эвертону, это будет более красивая история, чем еще один кубок от Сити. Так что поболеем субботу. Да, команда Пишите в комментариях, что вы думаете о Дэвиде Моисе, интересен ли вам этот тренер и его команда. Ну и также пишите, может быть, в наших последующих выпусках стоит затронуть не актуальные темы тура, а может быть, каких-то персонажей и поговорить о них поподробнее, как сегодня мы сделали это о шотландском тренере. В общем, как всегда, ваши комментарии приветствуются и непременно все читаются. Подписывайтесь на канал, скоро новые видео.